Итак, для чего нужна сибирская артель и что здесь происходит? Как я уже сказал ранее, сибирская артель это стартап-инкубатор с пошаговой технологией развития стартапа и специализированными сервисами для развития этого стартапа. Допустим, берем человека. Человека, у которого есть мечта или идея того, какой бы стартап или какой бизнес он хотел бы организовать. И этот человек попадает в пространство сибирской артели. Что он получает? Попадает в пространство сибирской артели. Что у нас здесь есть? Первое, давайте называть этого человека капитаном, это капитан. Первое, что есть в сибирской артели, это игровые роли или люди, которые поддерживают капитана. И их пять. Важные, ну, их пять. Первая роль это автор или носитель идей. В данном случае мы взяли ситуацию, когда у капитана уже есть идея своего бизнес стартапа и у него уже есть идея. Но человек может прийти с бизнес идеей отдельно. Итак, первая роль это автор. Вторая роль поддерживающая капитана это ментор. То есть, этот капитан может найти себе человека ментора, который поможет ему развивать его стартап. Ментор это человек, который владеет опытом, знанием и пониманием, как развиваются стартапы. И готов делиться этим опытом с капитаном. Дальше, следующая роль это коуч. Человек, который помогает капитану осознавать цели и шаги развития стартапа. Четвертый это тьютер. Это человек, который помогает капитану ориентироваться во всем пространстве игры. И пятый это эксперт. Эксперт, эксперт в какой-либо области. И, соответственно, эксперт готов делиться своими знаниями и опытом из этой области для капитана. Это игровые роли, которые поддерживают капитана в развитии его стартапа. Что еще есть сибирской артели? В сибирской артели есть сервисы. Сервисы это услуги, которые артельцы предоставляют друг другу для развития стартапа. И сервисы, какие здесь есть сервисы. Какие есть, могут быть или в конечном итоге будут. То есть, первый это сервис, это интернет-маркетинг или маркетинг. Это то знание, которое связано с вопросом регенерации и действия, направленные на привлечение потенциальных заинтересованных клиентов в отдел продаж. Итак, сервисы. Интернет-маркетинга или просто маркетинга? Маркетинг. Второе. Это сервисы, связанные с продажей. Сервисы, связанные с организацией продаж. Это могут быть скрипты, это могут быть... Это может быть конвейер, организованный конвейер. Это может быть организация ЦРМ, это может быть организация службы тайных покупателей, это может быть обучение продавцов необходимой компетенции и так далее. То есть, сервис, связанный с процессом продаж. Третий. Сервисы. Это сервисы, связанные с производством. С функцией производства. Это может быть логистика или что-либо еще специализированное, то, что необходимо для вашего бизнеса. Четвертый. Это сервисы, связанные с поддержкой. Сервисы, связанные с поддержкой и обеспечением вот этих трех основных процессов. И поддержка. Сервисы, связанные с поддержкой и обеспечением. Что сюда входит? Сюда входит управление финансами. Сюда входит бухгалтерия. Сюда входит юриспреденция, юристы. Сюда входит постановка системы коммуникации. Системы коммуникации внутри команды. Сюда входит секретарская поддержка. И сюда входит коучинговая поддержка. И это все, что я описал, это сервисы. То есть услуги, которые этот капитан может получить внутри сибирской артели. Что еще есть в сибирской артели? В сибирской артели еще есть биржа. Биржа – это то место, где капитан может продать любую часть своей доли, то есть продать любую часть своего стартапа или бизнеса, любую долю своего стартапа, участникам сибирской артели. Каждый бизнес, не секрет, что каждый бизнес – это продукт. И если мы создаем здесь бизнесы и стартапы, то мы создаем продукт, который можно продать. Соответственно, сам бизнес можно продать. Можно продать целиком бизнес, можно продать часть этого бизнеса. Соответственно, на бирже сибирской артели можно продать целиком или часть своего бизнеса. Собственно говоря, в этом и заключается цель создания стартапа. Создать стартап и потом либо использовать его самому, получая доход, создать бизнес, либо продать его. Итак, биржа. Что еще есть в сибирской артели? В сибирской артели есть также экран. Экран. Что такое экран? Экран – это та самая пошаговая технология. На сегодняшний день это примерно 100 шагов, где шаг первый – это желание иметь свой бизнес. Шаг 103, по-моему, сейчас на память – это маржинальная прибыль 1 миллион рублей. И, соответственно, промежуточные точки развития стартапов. Это все те точки, которые заранее понимание и прохождение их существенно облегчит вам жизнь и успех. И увеличить вероятность того, что ваш бизнес, с которым вы сюда пришли, идея, бизнес-идея, с которой вы сюда пришли, действительно станет, реализуется успешной, прибыльной, воспроизводимой, то есть вы найдете успешную, прибыльную, воспроизводимую, ретабельную бизнес-модель. То есть заработаете 1 миллион рублей. Как все это происходит? Происходит все очень просто. Если вы пришли в Сибирскую артель с идеей, бизнес-идеей, то есть первое, если вы хотите получить доступ к тем ресурсам и возможностям, которые предоставляет артель, то есть это люди, которые готовы вас поддержать в развитии стартапа или сервисы, если вы хотите продать, после того, как у вас что-то появится, то есть вам нужно сообщить им о своей бизнес-идее. Первое, что вы делаете, когда вы приходите в Сибирскую артель, вы, собственно говоря, записываете свою бизнес-идею таким образом, чтобы другим она стала понятна, в чем суть вашей бизнес-идеи. Дальше вы записываете гипотезу. То есть вы записываете гипотезу про свой стартап. Гипотеза – это сформулированное утверждение, основанное на предположении, как и почему вы думаете, что у вас стартап будет успешным. Далее вы описываете свой опыт, который у вас есть сейчас. Вы описываете ИКР, развитие своего стартапа, видение, куда вы двигаетесь. Вы описываете своих конкурентов, конкурентов, которые существуют. Вы, собственно говоря, определяетесь со своей нишей. То есть со своей нишей, под нишей вы описываете, почему вам важно делать этот стартап. Зачем вы все это делаете? Вы все это делаете для того, чтобы людям, которые могут присоединиться к вашему стартапу, захотелось присоединиться к вашему стартапу. Вы ищете здесь партнеров. То есть описывая свой стартап, четко, ясно, понятно, чтобы другим стало понятно, про то, про что ваш стартап, вы описываете для того, чтобы другие люди присоединились и усилили вас. Дальше. В экране те точки развития, которые я перечислил, они составляют профиль стартапа. Или профиль стартапа, можно назвать его паспортом стартапа. Это самая главная необходимая информация для того, чтобы другим людям, вам самому, понять, о чем же, собственно говоря, ваш стартап. И дальше вы двигаетесь к этому миллиону, и там еще много действий или шагов, которые вам нужно будет предпринять, осознать, понять, сделать для того, чтобы заработать этот миллион. Есть ли вопросы? Чем отличается от бизнес-модель? От бизнес-молодости? От бизнес-молодости. Бизнес-молодость предоставляет четкую и ясную технологию развития стартапа. Мы многое из этой технологии берем, мы на нее опираемся. Соответственно, бизнес-молодость не предоставляет биржу, бизнес-молодость не предоставляет сервисы для развития стартапа, бизнес-молодость не предоставляет экранов. То есть мы берем технологию бизнес-молодости и делаем замкнутое, закрытое пространство, в котором развиваемся, в котором выращиваем нашу технологию развития стартапов, в котором мы взаимодействуем, все знаем друг друга, в котором мы наращиваем наши компетенции. Вопрос кадров, в какой сервис это относится? Кадры, подбор кадров для стартапа. Седьмой – это сервис, вот здесь вот, в поддержку и обеспечение. Седьмой – это подбор кадров, поиск партнеров. И еще один вопрос, какое место всем в этом кругу сибирской артели занимает идеология и меморандум игры? Это основа для взаимодействия здесь, потому что понятно, что мы по-разному можем взаимодействовать. Я сейчас опустил как раз всю духовно-содержательную часть и сибирской артели, и игры бизнес-драйв. Показал больше схематично, что и как здесь происходит. То есть, что приходит человек, капитан, какие у него здесь есть ресурсы и какие есть возможности. И как использовать эти ресурсы и возможности, капитан развивает свою бизнес-идею до развитого бизнеса или стартапа. И меморандум, и сама идея игры – это все вот здесь, это все внутри. Это все влияет на то, как мы взаимодействуем на другой город, как мы договариваемся, как мы это делаем. Ну что ж, добро пожаловать в Сибирский Артель. Спасибо. Спасибо.